Ассаляму алейкум, мои малыши! Сегодня я расскажу вам такую интересную историю. Вы готовы? Тогда садитесь поудобней и слушайте внимательно. Жила-была маленькая и дружная семья. Отец, мать и их сын Саммер. Они жили в мире и согласии. Саммер был внимательным и хорошим мальчиком. Он старался не огорчать своих родителей и усердно учился в школе. Однажды отец ему подарил маленький и очень красивый красный велосипед и сказал, будь осторожен и не катайся на нем на улице, если нас нет рядом с тобой. Договорились? Конечно, как скажешь, папочка, сказал в ответ Саммер. Он был так счастлив, даже был готов и днем, и ночью кататься на нем дома. Только вот беда, от него не отставал их домашний котик Барсик. Он прям никак не отставал. Саммер решил выйти на балкон, но тот оказался ему тесноват. Он сильно расстроился и стал думать. Так, Саммер, что же делать? Что? А! Нашел! Я отпрошусь во двор. Около подъезда меня ведь смогут отпустить? И он подошел к маме в надежде, что ему разрешат покататься самому. Какое же было его счастье, когда мама дала разрешение ему выйти во двор, хоть и предупредила, далеко ему отходить нельзя. Окрыленный от радости, он, взяв с собой любимый велосипед, спустился. Он визжал от радости, катаясь с одного конца площадки к другой и настолько заигрался, что не заметил, как случайно оказался далеко от дома. Посреди улицы. Оглянулся он вокруг. Где же мой дом? О нет! Что же теперь делать? От безвыходности он заплакал. Как же теперь быть? Повторял он время от времени, ища дорогу обратно. Стало темнеть, а страх Саммера увеличивался. Он так плакал, что от слез перестал видеть дорогу и сел на лавочке около большого дуба и громко разрыдался. Услышав громкие всхлипывания, к нему прибежали люди, проходившие мимо. Из них оказался друг отца Ахмад. «Дядя Ахмад!» – крикнул Саммер. «Неужели это вы? Пожалуйста, помогите мне вернуться домой!» Дядя Ахмад успокоил Саммера и, взяв его за руку, они направились домой. А что же происходило дома в это время? От волнения родители не могли найти себе места. Мама плакала, а отец решил выйти уже самому поискать его около дома. Выходя, он встретил у двери своего мальчика Саммера. Они долго обнимались, поблагодарили дядю Ахмада, который помог мальчику добраться домой. Видя, как родители волновались и переживали за него, Саммеру стало стыдно, что он так ослушался родителей и отошел от подъезда. Он искренне извинился и пообещал никогда не повторять подобное. Саммер получил урок на всю жизнь. «А вы, наши любимые малыши, слушайте все маму и папу, и не забудьте извиниться, если совершили то, что могло бы их огорчить». Интересно, чему научила тебя эта сказка? Отправляйте мне ваши письма. Я буду ждать. До новых встреч! Иншаллах! Ассаляму алейкум!